Из домика выскакивает Ульяна и убегает, показал мне зек. На кой черт? Непонятно. Выходит Лена, видит меня, вспыхивает и тоже убегает. Всем привет! Вы на канале Див Плей и сегодня мы будем продолжать проходить дубликат. Но только после того, как вы поставите лайки и напишите комментарии под этим видосом. Вот такие дела, вот такая... сделка. Но даже в неё Джо не выходил. Погнали! И резануло по глазам одно дерево, всё покрытое красной листвой. Утром снял прилетевшую паутинку с лица. Что-то происходит в мире бесконечного лета, раз в нём мелькают призраки осени. Сём, а ведь у меня скоро активная фаза закончится. А ты меня дождёшься? Смотрю на титановое кольцо у себя на правой руке. Затем демонстративно смотрю на точно такое же кольцо на правой руке у Ульяны. Подарок нам от электроника. То ты сомневаешься? Я думаю ждать придётся недолго. А сколько пришлось-то? Почему-то вовсю это в лес, пионер. Прости, конечно, не пионер. Дурная привычка. Так почему, Семён? Виола. Я очень слабый и эгоистичный человек. Я вообще всё делаю ради самого себя. Чтобы мне потом было хорошо и комфортно. Если мне хорошо и комфортно так, а не иначе, значит делаю. Чтобы было так, а не иначе. Если кому-то ещё становится от этого лучше, то я не виноват. Конец второй части. В менюху. Так. Сёмку, Сёмку, Сёмочку мы немножко проебали. Такие дела. Как на это потом выйти? Хуй его знает. Ну, в общем-то... У нас доступно... Это... Видимо, в это нам и надо. Четвёртая стена у нас... Неактивная. Угнали! Линия жизни! Иногда я пересчитываю циклы, прожитые мной между первым и втор... Между первым побегом и встречей с бабулей и амазонками. И в всякий раз мне кажется, что я что-то пропускаю. Линия жизни! Сурге Этамбула! Глава первая. Маньяк! Каждый цикл теперь я просыпаюсь в автобусе перед новыми воротами нового лагеря. Я уже привык. Меня перестали снабжать зимней одеждой, и телефон куда-то пропал. Но зато оставляют рюкзак с барахлом. И самое главное, с сухим пайком. Вот и сейчас, проснувшись и даже ещё не открыв глаза, первое, что я проверяю, это наличие рюкзака. Уж потом визуально убеждаюсь, что остановка с воротами на месте. К сожалению, это не те ворота и не та остановка. Была бы та, мы бы сейчас стояли напротив ворот, лицом к лицу со славяной, держали бы друг друга за руки и разговаривали бы без слова, одними уголками глаз. Как ты? Теперь хорошо, ты приехал. Теперь всё замечательно. Ты знаешь? Ты знаешь? Ну, славяны здесь нет. Значит, остаётся только славя, а славя не выглянет. Пока я не окажусь совсем рядом с воротами. Кстати, для разнообразия в этом лагере исчез навес на автобусной остановке. Так что это явно не тот лагерь, с которого я убежал в прошлом цикле. Меня давно мучает вопрос, что делает славя в промежутке между прибытием автобуса и моим демаршем в сторону ворот, как узнаёт о том, что пора выходить. Неужели подглядывает в щёлку чертыхается, славя и чертыхается, и ждёт, когда наконец я соизволю? Или занимается своими делами, а у неё просто зоммер в голове срабатывает. И ведь что интересно, иду я к воротам сразу же по приезду, или через пару часов, но славя всегда выходит мне навстречу, когда до ворот остаётся 12 метров. Ну, плюс-минус, конечно, но где-то так. Иногда я думаю, что её просто телепортируют. В нужный момент ты прям к воротам. Итак, что мы имеем? Во-первых, меня опять закинуло в незнакомый лагерь. Скажем так, в незнакомый стандартный лагерь. Во-вторых... Во-вторых, славяны здесь нет. В-третьих, кажется, надо менять методику поиска. В который лагерь я уже приезжаю, проживаю в нём цикл максимально аккуратно, и ни с кем не сближаясь, убегаю в конце смены, а раньше не получается. На лодке с тем, чтобы заснуть в поезде, а проснуться в автобусе в следующем лагере. Алгоритм прохождения цикла отработан до автоматизма. И результат всегда одинаков. Перемещение в очередной лагерь совёнок. Ну, ладно. У меня получается целый цикл на размышления. А сейчас, хочешь не хочешь, а надо сдаваться. Встаю, пробираясь к выходу, прыгаю с подножки, закидываю рюкзак обеими лямками на одно плечо, и к воротам. Рысью марш-марш! Рысью, потому что засиделся. Здравствуй, пионерский рай! Здравствуй, голубоглазый апостол Пётр, которого здесь зовут Славя! 25 метров до ворот. 20-15, перехожу на шаг, и... Привет, ты, наверное, только что приехал? Я не знаю почему, но вот не надоедает мне этот момент. Перед тем, как выйти из автобуса, часто хандрю, думаю, опять, мол, то же самое. Но стоит шагнуть к воротам, как пульс подскакивает до 120 ударов. А появление Слави, это как знак, что всё в порядке. И Славя... Как она всё-таки мила! Да же такая упрощённая, что ли? Палач часто стирал пощучину эту улыбку. Что делает пионер, я не знаю. Нет этого момента в доступной мне части его памяти. Скорее, просто игнорирует. А я не могу. Мне вот хочется, чтобы меня любили, а не боялись. Пусть даже это будут здешние обитатели. С их искалеченными волей и разумом. Человек, который добивается любви роботов. Хорошее название для чего-нибудь. Но надо отвечать. Посмотрим, как ребёнок выкрутится. Привет. А как ты догадалась? Оглядываясь на всякий случай. Автобус вот он у меня за спиной. И пока я остановку не покину, он никуда не денется. Просто готовая подсказка. Размером с Икарус. Так, ребёнок что-то отвечает. Ой, тебе кважатой надо, а она всё объяснит. Вот, смотри. Понятно. Но вопрос не предусмотренный программой. Поэтому ищем наиболее универсальный ответ. И пусть вожатая отвечает. Как это Славя догадалась, что я только что приехал? В родном моём лагере, кстати, Славя бы сразу сообразила, что ответить. Смотря по настроению. Пошутить или посторожиться. А эти лагеря, похоже, населены беженцами с планеты... Шелезяка. Причём неудачными экземплярами. Каковые экземпляры на родине ждёт переплавка. Ощущаю себя персонажем комедии масок. Так же заданы маски персонажей. Так же задан сценарий. И так же персонажам разрешена... Некоторая импровизация. Конечно, в рамках сценария и масок. И оставаясь в рамках этого сценария и масок, Славя никогда не будет воровать конфеты. Лена не будет взрывать памятник, Мику не пошлёт меня из музыкального кружка в пешее эротическое путешествие. Вот стоило убегать ради такого общества. Задал себе вопрос и тут же ответил, Конечно, стоило. Потому что есть ещё и славяна. Ну, ты всё понял. Мне бежать надо. Извини, дела. Понятно. До памятника, а там спросить, где домик Ольги Дмитриевны. Пока, сяки. Попросить проводить? Не, зависнет ещё чего доброго. А где у аборигенов трёх кнопи контр-альт-делет? Я таки не знаю. Ещё раз улыбнулась и убежала. Эх, Славя, Славя. Да что ж вы такие... Даже не тупые. А механистичные, что ли? Шаг влево, шаг вправо считается неправильным и подлежит игнорированию. А может, парище шаги вправо-влево делать? Пусть они сами ко мне приспосабливаются. А то, как со Славяной расстался... А то, как со Славяной расстался, так и попадаю вот таким вот в кукольный театр. Ну, здравствуй, очередной Савёнок. Клоба и Леночка. Ах вы, чёртовы глазищи! Ещё подразните аборигенов и спросить, где домик Ольги... А, ещё подразните аборигенов и спросить, где домик Ольги Дмитриевна. Ну а что? Помощница вожатая велела спросить. Так я спрошу. А прекрасная туземка пускай отвечает. Кстати, что всё-таки делает Леночка в клубах в день моего приезда? Ну вот, пока размышлял, прилетела ракета, показала насекомое, и обе барышни убежали. Но как же всё это полюбительски было сыграно? Не верю! Идём дальше. Издеваюсь сейчас мысленно над аборигенами. Но на самом деле грустно. И славяны здесь нет. И аборигенов жалко. Что же такое случилось, что они вот в таких персонажей превратились? Сейчас дойду до вожатой, на учету встану и... А может подождёт эта вожатая? Вот сейчас возьму, да сверну к музыкальному кружку. Час у меня есть. За этот час я должен по порядку. Челюсть из пола подобрать, к пристани выйти, пополоскать ноги в воде и познакомиться, наконец, со Славей. Ну, а я пойду к Мику в клуб, а оттуда уже ульянкиной тропой мимо домика Лены к вожатой. Почему я так раньше никогда не делал? Лень и инерция мышления. Сворачиваю на поперечную аллею к музыкальному кружку. Прохожу шагов 20, оглядываюсь, и оттая в тени с сочувствием, ну и с некоторым даже злорадством, наблюдаю растерянно озирающуюся Алису. Нету, Семёна, должен быть, а вдруг нету? Ну, думай, пунктарка своей головой. Тут программа тебе не подскочится. А я иду знакомиться с девочкой-пулемётом. Всегда мне общение с Мику тяжело давалось. Всегда от неё убегал. Так что, уж если радикально меняться, то начинать с чего-то трудного. Интересно, что я скажу Мику? Хотя, какая разница? Что-нибудь допридумаю. Может, мне и говорить-то ничего не придётся. Только слушать и кивать. Негромко стучусь и волнуюсь, действительно волнуюсь, и в первый раз я с первого дня пытаюсь именно поломать что-то в здешней машине. Осторожно открываю дверь. А перед этим минуту стоял на веранде мускрушка, всё размышлял. Надо ли... Надо оно или не надо. В музыкальном кружке тихо, пусто и грустно. Я не сразу замечаю Мику, сидящую в углу на стуле. И задумчиво грызущую ручку над школьной тетрадкой, раскрытой у неё на коленях. Здравствуй, Мику! Я не сразу замечаю Мику, а Мику не сразу замечает меня. На секунду её брови взлетают вверх, а глаза от удивления делаются уж совсем огромными. Мику вскакивает со стула ручка с тетрадкой при этом летят на пол. А она сама делает шаг мне навстречу. Ну, а я делаю шаг навстречу ей. И мы оба замираем, глядя друг на друга. Что-то ещё раз мелькает в её глазах, но Мику уже активировалась. Привет, ты, наверное, новенький. Медленно набирая обороты, словно переселивая себя, начинает Мику. Ой, блять, понеслись! Меня Мику зовут правда-правда Хацуна Мику. Мику — это имя, а Хацуна фамилия. У меня мама японка, а папа русский инженер, он... К середине фразы Мику входит в привычной там пречи. А я теряюсь в её монологе, перестаю слушать, сам всё пытаясь сообразить. Что так поразило меня на пороге музыкального кружка? И? И я сижу здесь целый день одна, и ко мне никто не заходит на неё и хочет записываться. И ты тоже сейчас подпишешь у меня обходные листы, больше не появишься. И вот тут я понимаю, что ми... Что... Блять. И вот тут я понимаю то, что меня зацепило. Расстроенная Мику. Надо же! Один обитатель, похожий на нормального человека, нашёлся. Не в том смысле, что грустить это нормально, а в том, что ведёт она себя неожиданно. Лучше бы, конечно, она была весёлая, но хоть какая-то незапланированная эмоция. Две незапланированных эмоции, потому что сейчас Мику сердитая. Была расстроенная, а сейчас сердитая. Кажется, Мику сейчас даже топнет ногой от расстройства. Здравствуй, Мику, а меня зовут Семён. Семён персунул. Семён это имя, а персонал фамилия. Не могу удержаться, чтобы не подразнить девушку, поэтому стараюсь говорить много и в её темпе. Ты знаешь, у меня нет обходного. Я ведь только что приехал, прямо совсем только что, на автобусе. До этого ехал на поезде до рейд-центра, сошёл в рейд-центре, сел на автобус и приехал в лагерь. А сюда к тебе заглянул, сейчас просто есть любопытство. С обходным я приду к тебе только завтра и вот в кружок твой. Я не обещаю, что запишусь, но заходить к тебе буду обязательно. Сейчас мне к вожатой надо. Пока! Конечно, буду заходить, наверное. Кроме тебя, здесь и зайти-то не к кому будет. Чувствую, что Мику сейчас смотрит мне вслед. Поэтому, не оборачиваясь, поднимаю правую руку, разворачиваю её ладонью к Хацане и чуть покачиваю вправо-влево. Обязательно приду. Ну вот, с музыкальным кружком... А, ну вот, с музыкальным кружком пообщался. Теперь можно и место для сна застолбить. Пробираясь Ленкиной тропой, выхожу на аллею. Иду мимо домика Лены и Мику и подхожу к своему будущему домику. Как раз вовремя, чтобы услышать вечное. Хватит издеваться над Реной! Кстати, вожатая действительно всегда оговаривается и произносит Рену вместо Лена. Нечаянный анахромизм для 1987 года. Бросаю рюкзак на крыльцо, бросаю свою тушку в шезлонг и жду своей очереди аудиенции. Пока жду, подходит Славя, пугается от неожиданности, улыбаемся друг к другу и, наконец, знакомимся. Меня Славя зовут. Вообще-то полное имя Славяна, но все зовут Славей и ты зови. Ну а я понятно Семен о чем докладываю. Дальнейшие события развиваются по стандартной схеме. Из домика выскакивает Ульяна и убегает, показал мне зэк. На кое-черт непонятном. Выходит Лена, видит меня, вспыхивает и тоже убегает. Я захожу в домик, где мне милостиво разрешают оставить вещи, а самого отправляют прогуляться до ужина и познакомиться с лагерем. До ужина можешь погулять и смотреться. Славя сейчас найдет тебе кого-нибудь впровожатые. Хорошо, Ольга Дмитриевна. А я пока решу, что с тобой делать? Ну шо делать? Любить и жаловать. Далеко. Далеко сначала не ухожу. Устраиваюсь там же в шезлонге. Хочу обдумать свое дальнейшее поведение в лагере. Но мысль переключается на то, чем занять себя до ужина. Тем более вспоминаю, что сейчас появится Сыроежкин и потащит меня осматривать лагерь. Программа Сыроежкин Тура. Знакомство с Леной и презентация 2 час по следующим бегством. Не то, чтобы мне было жалко Сыроежкина, синяк, дело житейское. Но при длительном близком общении вне мастерских электроник утомляет. Удивительно насколько преображает парня инструмент в руках и любимое занятие. Женя жаль не видела его за работой. А посмотреть есть на что. Или что-нибудь напевает в полголоса или подожмет пухлые губы. Глаза прищурит и смотрит на предмет своего труда как через прицел. Ни одного лишнего слова. Ни одного лишнего движения. А из под рук выходят удивительно красивые вещи и неважно. Голову кошкараба из алюминия алюминиевого алюминиевого листа электроник на деревянной баллонке выколачивает или розу клеит из стружки. Оставшиеся от изготовления той же болванки. И смотреть на это можно как на танец. И всегда кажется что нет ничего проще чем взять и повторить то же самое и с тем же результатом но только кажется. Ну ладно отвлекся я. Собственно дойду короткой дорогой до сцена. Там сейчас никого быть не должно. И неважатая ни кибернетик мешать не будут. Поднимаюсь из шезлонга оглядываясь не видит ли кто. И ныряю в кусты на короткую тропинку. Не люблю рыжих. Обеих нет не так недолюбливаю. Недолюбливаю их в здешнем примитивно утрированном варианте. В родном моем лагере там довольно часто из под программной маски проглядывала их человеческая составляющая. весьма неплохая и симпатичная. И если бы не эти их дурацкие двухнедельные жизненные циклы, когда каждый раз приходится начинать все сначала. Когда мы были со славяной, мне было не до них, откровенно говоря. Но здесь в этих лагерях все подчинено программе. А в программе записаны шутки в стиле тортом по физиономии с соответствующим фундаментом эмоциональным и интеллектуальным. Вот так на подходе к сцене слышу музыку. Кто-то играет на электрогитаре и не надо догадываться кто. Мику в клубе и кроме Алисы больше некому. Ну а вот Алиска у нас будет уже на следующий раз. А сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры Субтитры Субтитры